Привет всем любителям поговорить о книгах! Еще не успели остыть наши прошлые книжные покупки, потому что они сейчас активно читаются, как у нас уже появились следующие. И это новые замечательные книги, кстати говоря, наконец-то издательство, знаете, так разогнались в этом году и стали издавать прям много всего интересного, которые в последнее время появились на полках книжных магазинов. И у нас здесь много-много всего, что я вам хочу порекомендовать или наоборот хочу отговорить вас от того, чтобы эти книги покупать, а иногда даже просто против того, чтобы о них думать и их читать. Итак, первая книга у нас сегодня от автора, с которым мы с вами не так давно познакомились и который мне прям понравился. Прямо меня впечатлила предыдущая ее книга. И это Сильвия Морена Гарсье. Это мексиканская писательница по происхождению, но живет она в Канаде. И она написала мексиканскую готику. Я очень подробно рассказывала про этот готический роман, где там такая, знаете, своенравная девушка-мексиканка. Она приезжает в какой-то загадочный дом, а там все такое вот, все такое истлевшее и какое-то страшненькое. Ну, в общем, классический готический роман, только в Мексике происходящий и немножко такой феминистический. И вот издали у нас еще одно ее произведение, причем я так понимаю, что вроде оно даже было раньше написано, но издается у нас почему-то позже, а может быть было написано и позже. Это не так важно. В общем, называется Боги нефрита и тени, и это очередная история про Мексику. В этот раз, я так понимаю, у нас здесь что-то вроде магического реализма, то есть не такое все готическое, но тем не менее опять в какую-то магию, в какие-то потусторонние миры и во что-то такое связанное с умершими. Здесь история такая, что бедная мексиканская девушка, каким-то образом, я еще до этого не дочитала, я начала только с того, что она очень бедная, очень бедная мексиканская девушка, которую никто не любит. В общем, я так понимаю, что ей предстоит спуститься в преисподнюю, и смысл этой книги состоит во многом в том, что там будет описан вот этот вот мексиканский загробный мир, как он выглядит, в общем-то, в традиционном понимании у мексиканцев. Я, на самом деле, не то чтобы многого жду от этой книги, я думаю, что она будет похожа на ее предыдущую мексиканскую готику, и поэтому с удовольствием ее купила и с удовольствием ее прочитаю. Кстати, у автора этой книги, Сильвии Морена Гарсии, есть даже степень магистра искусств Университета Британской Колумбии, и ее магистрская работа называлась, сейчас я вам зачитаю, «Женщина и евгеническая мысль в творчестве Лавкрафта». Интересно и необычно, не так ли? Может быть, среди вас тоже есть те, кто мечтают получить степень магистра, и, возможно, в более прикладной области, чем, например, изучение Евгеники в творчестве Лавкрафта. Если так, то у меня для вас просто фундаментальная новость, потому что образовательная платформа Нитология вместе с Высшей Школой Экономики открывают набор на магистрскую программу, которая называется «Управление цифровым продуктом». Напомню, кстати, что Нитология – это один из лидеров российского онлайн-образования, это крупнейшая образовательная платформа в Рунете, а Высшая Школа Экономики – это один из ведущих российских вузов, который, кстати, по версии Forbes, занимает первое место в рейтинге лучших вузов России. Кому необходима программа управления цифровым продуктом? Во-первых, это выпускникам вузов со специальностью по менеджменту, для того, чтобы углубить свои знания и также получить практический опыт. Также, конечно, практикующим продакт-менеджерам, которые хотят получить фундаментальные знания и также уверенность в работе. А кроме того, выпускникам вузов, которые хотят сменить свою профессиональную траекторию и получить очень-очень востребованную профессию. Магистратура управления цифровым продуктом – это возможность получить комплексные знания, а также практический опыт для профессионального управления цифровыми продуктами. После прохождения магистратуры Вы освоите полный цикл работы от идеи до успешного развития. Также Вы научитесь работать с техническими инструментами и выстраивать эффективные бизнес-коммуникации. В программе три специализации, и Вы сможете освоить их все. Первая – это продукт-менеджер, который проектирует новые продукты, а затем их внедряет и поддерживает. Вторая – это продуктовый аналитик, который собирает данные, интерпретирует их, принимает на их основе решения, а также улучшает пользовательский опыт. Третья – это технологический предприниматель. Что он делает? Он управляет стартапом компании, также ищет возможности для развития бизнеса, а кроме того, он еще тестирует гипотезы и развивает продукт. Отмечу, что Вы получите не только теоретические знания, но также и ценнейший практический опыт в крупной IT-компании уже в процессе обучения. Магистрская программа состоит из четырех этапов. Первая – это освоение теоретической базы и отработка ее на практике. Вторая – это стажировка в крупной компании уже со второго семестра. Третья – это подготовка портфолио реализованных кейсов и продуктовых концепций. А четвертая – это возможность трудоустройства в крупнейшей компании страны, среди которых лаборатория Касперского, Билайн, Рамблер, Мейлгрупп и другие. Магистрская программа длится два года и обучение очное, но проходит в онлайн-формате. То есть, Вы можете учиться из любой точки мира. Кстати говоря, после обучения Вы получаете диплом государственного образца высшей школы экономики с квалификацией магистр по направлению бизнес-информатика. По-моему, звучит просто невероятно классно. И, кстати, кроме знаний, стажировки, профессии и также возможности трудоустройства, Вы получите просто кучу преимуществ от НИТологии и Высшей школы экономики, про которые Вы можете подробно прочитать по ссылке, которую я оставлю внизу в инфобоксе под этим видео. Там же Вы можете получить полную программу обучения, также Вы можете посетить Дни открытых дверей в онлайне, а кроме того, еще получить консультацию. Так что, если Вы заинтересовались, то знайте, что подача документов осуществляется до 16 августа, поэтому Вам нужно скорее заглядывать по ссылке в инфобоксе. Возвращаемся к книгам. И следующая книга называется «Это необычная Польша» от автора Марины Жуковски. И это серия, которая называется «Тревел Стори», которая издается издательством Бомбора. Я так понимаю, что издательство Бомбора, оно берет просто блогеров и покупает у них книги. Ну, предлагает им написать книги про ту страну, где они живут. И эта книга, она рассказывает про Польшу, про то, как Марина Жуковски вышла замуж за поляка, причем она была стюардессой, познакомилась с капитаном, у них случилась любовь, и, в общем, она вышла за него замуж и переехала в Польшу. Про то, как ее там встречали родители ее супруга, про то, как ей понравилось вообще или не понравилось жить в Польше. Но я начала читать эту книгу, и, знаете, немножко она меня поначалу расстроила, потому что я очень люблю вообще книги про путешествия, очень люблю книги про другие страны и про такую вот культурно-антропологическую тему. Если вы давно смотрите мой канал, вы об этом знаете. Но в этой книге немножко напрягает с самого начала, что как будто вся первая часть очень сильно завязана на личных отношениях автора с ее супругом. На том, как они познакомились, это все суперподробно просто расписано. Как они начали жить вместе, как папа, вот главной героиня, она же автор, реагировал на этого польского пана. И как вот, как эти родители, ну, очень, знаете, очень много вот именно такого личного. С одной стороны, это хорошо, потому что я думаю, что в подобного рода литературе, которая такая более дневниковая какая-то, это составляет определенную соль, но с другой стороны, я просто немножко другого ожидала. Я ожидала, что там будет больше именно про страну, про вот какие-то нравы поляков, про то, почему они пшекают. Вот здесь вот все это у нас заявлено даже на обложке этой книги, но пока я до этого еще не добралась. Я надеюсь, что это начнется хотя бы во второй половине книги, потому что пока что все как-то, все про личное-про личное, и ничего про Польшу особо там и нет. Следующая книга, которая не так давно появилась, но хотя уже вот я некоторое время на нее смотрела в интернет-магазинах и думала, купить-не купить, купить-не купить, это книга от Сьюзен Хилл. Помните, мы с вами буквально в прошлом ролике говорили про Сьюзен Хилл, которая очень заслуженный британский автор, и она награждена кучей всяких премий, всяких орденов, в общем, у нее там много всяких регалий, и это автор, которая написала «Женщину в черном». Ну, разумеется, «Женщину в черном» многие знают, этот готический роман, потому что по нему был снят фильм. И Сьюзен Хилл, оказывается, она далеко не просто писательница готических романов, она еще и писательница детективов, причем детективы она пишет очень давно, но у нас вот только начали их издавать. И здесь у нас серия бестселлеров о неком инспекторе Саймоне Сэрэйлере, очень сложно на самом деле прочитать его фамилию, который живет в каком-то очень маленьком и спокойном городе, где, разумеется, происходят всякие ужасные вещи. И в этой серии прям много книг, прям серьезно, если вы почитаете библиографию с Юзен Хилл, там их, ну, штук 10 точно. И вот у нас стали первую, первую книгу выпустили из этой серии. Ну что ж, почитаем, тем более, что мне нравится Сьюзен Хилл как писательница, я знаю, что многие испытывают некое недоверие к ней после «Женщины в черном», потому что не всем нравится этот готический роман, но я с удовольствием почитаю ее детектив, особенно если он будет какой-то, знаете, такой мрачненький и готический. Следующая книга, которую я купила не удержавшись, на самом деле я не должна была ее сейчас покупать, это Питер Мелл и его книга «Прованс навсегда». Мы с вами буквально в прошлом видео говорили вот про эту первую книгу из этого цикла, которая называется «Год в Провансе». И посмотрите, сколько здесь всего книг. Вот сколько, вот сколько этих книг в этой серии. Питер Мелл – это британский писатель, который также обладает кучей-кучей наград, который в свое время начал свою блестящую карьеру с того, что он переехал во Францию, в Прованс, как несложно догадаться. Вместе со своей женой они купили старый фермерский дом в Провансе и начали просто жить в этом доме. И эти книги – это такой, знаете, сборник очерков о том, как он живет. Вот буквально первая книга, с чего начинается. Как на Новый год они пошли в какой-то ресторан, и как там в этом ресторане все было, как все это выглядит, как было солнечно, как было классно, какая была потрясающая еда, намного лучше, чем в Великобритании в это время года. Потом он пишет про то, как пришел Мистраль, и их там всех чуть не сдуло из этого Прованса, про то, как живут фермеры. Ну, в общем, такие просто какие-то маленькие, забавные наблюдения за жизнью людей, которые живут в Провансе, и за их характерами. И причем, знаете, она написана реально с таким приятным британским юмором, но я думаю, что это именно, это не юмористическое произведение. Оно не то, чтобы смешное, оно просто очень милое и забавное. И если вам просто нравятся какие-то легкие такие истории, и вы всегда мечтали побывать в Провансе, или просто вам нравится Франция, и вы хотите про нее побольше узнать, то эти книги вам очень даже понравятся. Ну, по крайней мере, видите, я начала читать первую и уже не удержалась, и вот у меня уже вторая. А он столько их написал, столько написал, что, возможно, будет еще и третья, четвертая, пятая, и все остальные. Следующая книга называется «Элементарно. Ватсон и все то, чего никогда не говорил и не делал Шерлок Холмса», автора Дэниела Смита. Но здесь, на самом деле, целое исследование по поводу Шерлока Холмса и по поводу творчества Артура Конан Дойла, которое нам представляет Дэниел Смит. Он здесь рассказывает про то, что, ну, по сути, Конан Дойл, он не очень-то любил своего персонажа. Шерлок Холмс не был его любимым персонажем, и он как-то довольно холодно к нему относился. В принципе, он написал про него много рассказов, по-моему, два полноценных романа, и в них не содержалось очень многих вещей, которые мы сейчас относим на 100% к Шерлоку Холмсу. То есть, вот, например, элементарно Ватсон, что такого высказывания в классической вот серии про Шерлока Холмса вы не встретите. И некоторые черты даже характера, некоторые его изображения, как его именно изображают, их уже ему приписали намного-намного позже, чем оригинальное творчество Конан Дойля. Ну и, в общем, эта книга про то и есть, про то, чего там на самом деле не было, и когда, в какой момент это появилось. Ну, конечно, не всем, я думаю, интересна такая тема. В первую очередь, тем, кто любит самого Шерлока Холмса, или тем, кто любит, например, какой-нибудь фильм или сериал про Шерлока Холмса. Я думаю, что очень многие, те, кто со мной примерно одного возраста, конечно же, помнят классический советский телефильм про Шерлока Холмса, и с тех пор нежно любят этого персонажа. Следующая книга у нас называется «История Испании». И я здесь прям вообще не ожидала такой роскоши от издательства «Калибри». Это очень приятно, что сейчас все больше публикуется книг, именно про разные страны и про историю разных стран. Автор здесь это Артура Перес Реверте, или Перес, наверное, Перес Реверте. Это испанский писатель, который тоже крайне титулованный, он уже такой современный классик испанской литературы, и он написал свою собственную версию истории Испании. На самом деле, это далеко не какая-то редкая ситуация, потому что у нас с вами был уже Андре Мороа, который написал историю Франции. Это вообще довольно часто бывает, когда писатели в какой-то момент решают написать историю своей родной страны. Но интересно в этом что? То, что писатели обычно очень к этому подходят так субъективно, и как-то, знаете, у них, ну, не гонза журналистика получается, потому что они в данный, ну, в момент каких-то исторических событий не присутствуют. Но, тем не менее, вот прям с каким-то максимально таким субъективным взглядом. И в данном случае эта книга написана даже с огромным каким-то сарказмом, с каким-то, знаете, прям очень иронично она так написана, и довольно забавно. Я сейчас только в начале этой книги, но я уже в восторге. Хотя, может быть, это даже слегка как-то нахально звучит все, что в ней описывается. По поводу Испании надо сказать, что автор не питает иллюзий по поводу своей родной страны, и к ней так относятся весьма, и весьма, скажем так, с юмором. Не всегда, кстати, с добрым. Следующая книга это Темное искусство автора Оскара Де Мюррилл. Кстати, я не уверена, мужчина это или женщина. Ну, в общем, допустим, что это мужчина. Может быть, и женщина. Темное искусство это тоже, я так понимаю, что начало какой-то серии книг. И здесь довольно интересная завязка. Это что-то вроде готического, какого-то викторианского детектива, но в то же время он не настолько готический, но что-то в этом все-таки такое вот есть, немного эзотерическое. И, в общем, с чего начинается здесь сюжет? Сюжет начинается с того, что некая цыганка приглашена в богатый дом, чтобы провести спиритический сеанс. И как-то так получается, как-то так вышло, что на следующий день все, кто был на этом спиритическом сеансе, кроме самой цыганки, оказываются мертвыми. Разумеется, ее обвиняют в том, что это она всех убила. Она, конечно же, невиновна, как она сама считает. И дальше у них там происходит некие взаимодействия с инспектором, который расследует всю эту ситуацию. А оказывается, еще в самом начале книги, это не спойлер, потому что это буквально первая страница, что в свое время эта цыганка оказала этому самому детективу какую-то большую услугу. И после этого он с еще большим рвением берется за это дело, чтобы доказать, что все-таки это не она. Это не она всех их убила. Так что интересно, что же там окажется дальше, как же разрешится эта ситуация. По крайней мере, начало, знаете, такое очень даже бодренькое. Следующая книга, это краткая история Европы Джона Херста. Кстати говоря, хотела вам рассказать, что в последнее время довольно сложно, знаете, в интернет-магазинах как-то находить интересные книги, потому что я так понимаю, что интернет-магазины сейчас очень по-своему как-то начали ранжировать все новинки, которые к ним приходят. И зачастую вы в топе новинок видите те книги, которые как-то продвигаются, особенно издательствами, и сложно реально понять, где же все-таки что-то новое и интересное. Поэтому в последнее время я хожу в обычные книжные магазины, просто смотрю, что там есть, что там действительно такого появилось, что хотелось бы прочитать. Часть покупаю в обычных книжных магазинах, часть покупаю в интернет-магазинах, и так получается, знаете, как-то более какое-то полное впечатление. В общем, вот эту книгу как раз я присмотрела в обычном магазине, и это вроде как какая-то супер расширенная версия кратчайшей истории Европы. Звучит как-то, да, интересно, тем более, что краткая история, она вот такая. Если это расширенная версия, то какая же была кратчайшая? Может быть, вот такая? Ну, надо сказать, что Второй мировой войне здесь посвящено где-то страниц 10. Я думаю, что вы уже поняли, насколько эта история Европы краткая. Надо понимать, конечно, что автор этот западный, и, конечно, он не уделяет большого внимания истории России, например, или вообще истории Восточной Европы, и обычно его взгляд на историю Восточной Европы, он такой очень, ну, там вот ходят медведи, все были очень злые, и у них постоянно, веками творились всякие беззакония, убийства, и какая-то вообще жуть. А вот в Европе тоже творилась жуть, но все-таки жуть была, знаете, выше уровнем какого-то благонравия, чем в какой-то дикой Восточной Европе. Ну, он такой-то очень кратенько все там описывает, но, тем не менее, почитаю, я думаю, что будет интересно, тем более, как вы уже поняли, у нас тут куча просто книг про историю всяких зарубежных стран. Следующая книга это «Гардероб наизнанку». Это тоже блогер, как я понимаю, Анастасия Приказчикова, и подзаголовок этой книги «Как индустрия моды уничтожает планету, и для чего нужно вывернуть свой шкаф». В последнее время это большая такая тема, ну, как и вообще всяческая борьба за экологичность и подобные вещи, и здесь нам рассказывают про историю моды. Мне на самом деле кажется, что часть информации автор взяла из роликов автора YouTube Жустин Леканте, по-моему, ее зовут, это YouTube-блогер, которая француженка, живет в Германии, и у нее есть цикл видео про этичную моду. Что она конкретно там рассказывает? Она рассказывает про циклы, как Fast Fashion производят свои товары, то есть, что футболка, которую вы покупаете, она, например, ее себестоимость составляет там вообще один всего доллар, вы ее покупаете, допустим, за 5 долларов, и можно представить, что из одного доллара, как бы как, она была произведена, то есть, что там используется и рабский труд, что это очень плохие материалы, что это абсолютно безответственное отношение к экологии, и, в общем-то, про это, про все вот можно узнать из этой темы про экологичную моду. На самом деле, очень интересная тема, как мне кажется, я с удовольствием прочитаю эту книгу. Ну, здесь вот эти вот все, в общем-то, темы поднимаются, что есть Fast Fashion, есть Slow Fashion, конечно, лучше выбирать Slow Fashion, но она намного дороже, но она и качественнее, поэтому, если вас заинтересовало, советую вам прочитать или посмотреть ролики Жустин, и я оставлю внизу в нофобоксе ссылку на ее канал, но хочу предупредить, что они все на английском языке с очаровательным французским акцентом. Дальше у нас книга, которую я увидела тоже в интернет, не в интернет, в обычном книжном магазине, и, честно говоря, она меня, с одной стороны, заинтересовала, с другой стороны, я ее полистала еще в магазине, и я ее так и не поняла. В общем, это книга, которая называется Кот внешности от головы до пальцев ног, авторов Найденской, Найденской Натальи и Трубецковой Инессы. Как я понимаю, у них какой-то творческий тандем, вроде как они стилисты, наверное, эти две дамы, и они написали книгу про идеалы красоты, про то, какая вообще вот внешность считается эталоном. Ну, казалось бы, очень спорная тема, но здесь приводятся вот конкретно какие-то, знаете, таблицы, как может строиться фигура человека, какие там плечи, как грудь выглядит идеально, как выглядят идеальные, не знаю, пальцы, и вообще все, что у людей считалось и считается модным, на протяжении веков в разных странах. Ну, вот, пожалуйста, мы можем посмотреть, что тут у нас. Форма подбородка, форма нижней челюсти и подобные всякие вещи. В общем, посыл этой книги в том, что есть определенные, выверенные, математические, да, можно сказать, идеалы внешности, но, тем не менее, естественно, это все просто выдуманные идеалы, которые совершенно не обязательно должны, вообще-то точно не обязательно, что они должны какое-то влияние оказывать на вашу жизнь и на ваше отношение к собственной внешности. Тем не менее, иногда здесь встречаются вот с самого начала довольно какие-то странные высказывания. То есть посыл-то хороший, а с другой стороны тут есть такое странное высказывание, вроде того, что азиатские женщины, хоть и не представляют собой идеал красоты, но благодаря женственности больше приближены к нему. Я не очень понимаю этой фразы, потому что, знаете, с одной стороны, вроде как и похвалили, а вроде как и не похвалили. То есть я что-то здесь вижу странно, какие-то вообще странные высказывания. Немножко вот я реально пока не понимаю, возможно, эта книга дальше, когда я ее буду читать, как-то реабилитируется в моих глазах, я пойму замысел вообще авторов, но у меня немного складывается такое впечатление, что авторы, знаете, когда какой-то человек, ну допустим, тему возьмем феминизм, да, вот кто-то начинает рассуждать о феминизме и делает это с большой уверенностью, и вот вроде говорит какие-то действительно там важные вещи, а потом раз и скатывается во что-то, ну да, конечно, феминизм важен, потому что, ну научно доказано, что женщины, они в принципе глупее мужчин, поэтому, конечно, феминизм важен, чтобы дать женщинам право самовыражаться, то есть вы сразу понимаете, что там такая каша в голове, просто о чем ты говоришь, ты не понимаешь самой концепции, и я надеюсь, что здесь я дальше все-таки пойму по этой книге, что возможно авторы не вот это имели ввиду, что азиатские женщины хоть и не представляют собой идеал красоты, вы же вроде тут говорите как раз про то, что идеала не существует, и что это за расистская такая вообще тема получается, очень странная, ну в общем, я надеюсь, что дальше реально там все будет по-другому, и эта фраза будет как-то объяснена в дальнейшем, ну в общем, вот такая вот интересная книга, почитаем и узнаем, немножко, знаете, она меня как-то сконфудила, потому что я до сих пор не понимаю, что это вообще было, и самая последняя книга, это книга, которая на самом деле у меня есть в варианте электронном, я ее причем покупала в электронном варианте, но мне все-таки захотелось ее покупать, покупать, еще раз купить, во-первых, еще прочитать именно в таком варианте, потому что, как ни странно, в электронном варианте, там почему-то было в официальном, причем в электронном варианте, очень много каких-то опечаток, вообще каких-то непонятных вещей, это Сакура и Дуб, автора Всеволода Овчинникова, я думаю, что многие знают, что это легендарный корреспондент газеты, правда, он вообще востоковед, и он много лет жил в Китае, у него есть масса книг, в том числе про Китай, и эта книга, она рассказывает, соответственно, про его жизнь в Японии, и также про его жизнь в Великобритании, то есть она разделена на две части, первая часть, это как раз Сакура, это про Японию, и вторая часть, это про Дуб, это про Великобританию, а в Японии она даже, по-моему, была удостоена то ли какой-то премии, то ли еще каких-то наград, ну, в общем, хорошо ее прям так приняли, и я уже читала его книги про Китай, мне они очень понравились, это такие как раз очерки про характер, про экономику, тем более он постоянно их как-то дополняет, он их обновляет, вот эти вот все вещи, потому что первые его книги про Китай были написаны чуть ли там еще не в 50-е, в какие-то 60-е годы, в общем, действительно давно, и книги дополняются, что хорошо, и вот печатаются снова в обновленном формате, поэтому, если вы интересуетесь тоже темой зарубежных стран, советую вам обратить внимание на этого автора, тем более, что он очень-очень даже заслуженный, в общем, спасибо вам за просмотр этого видео, я надеюсь, что оно вам понравилось, что вы в нем для себя увидели какие-то новые, интересные книги, с которыми вам бы тоже захотелось ознакомиться, желаю вам прекрасного дня, и до скорых встреч на моем канале, всем пока!